Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Чем запомнился четверг, 3 марта, знают наши корреспонденты. И я, Ирина Коробко, это время Одессы. Главные новости дня. И вот о чем мы расскажем сегодня. Шокирующее видео. Эксгибиционист в военной форме пробирался в одесские школы и там мастурбировал. Его личность уже установлена. Как папа пришел первоклассника собрать, а не мы пропускали их. Жилье с видом на отходы. В селе Нерубайское частная фирма свозит кучи мусора прямо к домам местных жителей. Я делаю поспешный вывод, что это свалка. Одесские эксмилиционеры проходят второй этап переаттестации. Очень волнуемся, переживаем. И все подробности далее в нашем выпуске. Растегивал ширинку при детях. В одесской школе номер 80 камеры видеонаблюдения засняли эксгибициониста. Инцидент произошел несколько месяцев назад, но скандальные кадры опубликовали только сейчас. Как выяснилось, на вахте неизвестный мужчина представился отцом одного из первоклассников и прошел внутрь. Извращенец подождал, когда в коридоре не будет взрослых, показал одному из учеников свои половые органы и скрылся. При этом в самом учебном заведении его приняли за бойца АТО. Никаких сомнений им не было, что это наш папа. Потому что, действительно, это пятнистая форма камуфляжная. На него смотрели как на героя, ну, в общем-то, как участника АТО. И, естественно, как папа пришел первоклассника собрать, а не мы пропускали их. По охране у нас вот только видеонаблюдение. И, естественно, уже 22-го числа мы заключили договор с охранным агентством, и у нас уже есть охрана. По информации СМИ, эксгибиционистом оказался 25-летний Одессит, бывший сотрудник милиции, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины. При этом мужчина успел побывать в двух школах. Самое интересное, что любитель снимать штаны до сих пор на свободе и не понес никакого наказания. Стражи порядка установили его личность, но вручить ему официальное подозрение о совершении преступления никак не могут. Если его вина будет доказана, школьному извращенцу грозит до пяти лет тюрьмы. Киевским отделом полиции проводится досудовое расследование по криминальному правопорушению порушенному за фактами действия криминального правопорушения, предпоченного частью 1 ст. 155 Криминального кодекса Украины, а именно, разбавшение неповнолетних. Обыск в Одессе Горэлектротрансе. Полиция вместе с СБУ и прокуратурой изымает документы в помещениях коммунального предприятия. Побывали силовики и дома у директора Дмитрия Жемана. Правоохранители подозревают коммунальщикам в хищении бюджетных средств во время проведения тендера на закупку трамвайных вагонов. Напомню, в прошлом году предприятие закупило 10 трамваев из Латвии, которые обошлись в 10 миллионов гривен. При этом посредником выступала Днепропетровская компания. Один из главных свидетелей по делу 2 мая отказался давать показания. Александр Посмеченко, который проходит по эпизоду о беспорядках на Греческой, заявил, что на него оказывают давление. Однако, кто именно, не уточнил. Он же является обвиняемым по другому уголовному делу. По мнению прокуратуры, на Посмеченко могли давить как со стороны следствия, так и со стороны других фигурантов дела, которые вместе с ним находятся в СИЗО. «В минулих судових заседаниях мною было заявлено клопотание про проведение допиту святка Посмеченко в режиме відеоконференції, оскільки в нас була наявна информация щодо доведення иного тиску, скажем так, стороной обвинувачення. Разом з тим, клопотание прокуратури було відхилено. Ні, він не сидит з ними з камерой в одній, він перебуває на одній з ними території. І вони спілкуються, як зазначив сам Долженков, і інші учасники, скажем так, сторони обвинувачення, що вони бачать його на прогулянках». Тем временем сторона обвинення не змогла предоставити все необхідні уліки против обвиняемого Евгения Мефедова. Суд решил дать прокурорам время до завтра. А якщо гособвинители не найдуть доказательств участия Мефедова в беспорядках, служители Фемиды перейдуть к следующему обвиняемому – Сергею Долженкову. Суд надає вам ще одну можливість надати на завтрашній день всі ті речові докази і документи, які вказав тільки суд. Якщо ви не надаєте, суд прийме таке рішення, але буде говорити його про те, щоб закінчити дослідження доказів відносно Мефедова. Полицейські, яких обвиняють в похищенні і пытках, пока остались на свободі. В Приморському суді двом стражам порядка із Черноморска должны були избрать меру пресечення. Однак засідання так і не застоялося. По словам судебного распорядителя, зал оказався мал для всіх желаючих, тому слушання перенесли. Адвокаты подозреваемых кажуть – це незаконно. Ту, що зал не приспособлено, таких оснований переноса засідання нет. В УПК такого не предусмотрено. Засідання перенесли на 4 марта. Напомню, две недели назад в Черноморске разгорелся скандал. Военна прокуратура СБУ во время обыска в местному отделі полиції нашли мужчину. По словам пострадавшого, полицейські його похитили і питали. Підвищують на плечові сустави, вони повертаються. Він в такому положенні кілька разів втрачав свідомість. Ми настаємо на избрание меры пресечення. Для чого? Для того, щоб обеспечити явку, обеспечити явку подозреваемих на проведение следственних действий і обеспечити їх дальнішю явку в суд. Одеські екс-мільціонери проходят второй этап переаттестации. Собеседовання членів спеціальних комісій интересують опыт работы стражей порядка, їх знання законодательства і даже видення реформы МВД. Всего переаттестацию должны пройти около пяти тысяч бувших мільціонеров. Тех, хто провалит екзамены, можуть понизити звання чи уволити з правоохранительних органів. Репортаж Ксении Барвиненко. Бувші мільціонери толпяться в холі университета внутрінних дел. Одні перечитують законы, інші деляться переживаннями. Некоторі к собеседованию готовились долго і тщательно. Очень волнуємося, переживаємо. І лично я дуже волнуюсь. Потому що таке, во-первых, первый раз в Україні. Ми не знаємо, що нас там ждет. Вспоминали законодательну базу, читали кодекси, законы. Надеємся, що це нам поможуть. На общення с комісією отводиться 15 минут. За це время екс-мільціонери должны поделиться своїм видінням реформы МВД і розказати об опыте роботи. Естественно, волнувався. Думав, що, якщо зададуть, допустим, якийсь випадок согласно закону, я через волнення своє могу що-то і забыть. Але казалось, що нет, все прошло нормально, гладко, і відповідав на все вопросы, які мені задавали. Аттестация продлится до конца апреля, але бувші милиціонери вздыхають з облегченням. Саме страшне – позади. Як-то стало легше, пошло туда, спрашивали основные принципи закону України про полицію, реформу для полиції. Стало легше. Тобто, конечно, пошло, волнувався, вошло. Свободне легше стало. Вопросы были очень простые. Ежедневно собеседование проходят около 150 человек. Всего из Одесской области переаттестовывают 5000 стражей порядка. Но о конкретних цифрах говорить пока рано. О количестве сейчас говорить очень сложно, потому что аттестации поступают каждый день, аттестационные листы, и ночью работают наши сотрудники, которые переписывают списки, составляют. Потом на следующий день, как вы знаете, сотрудников ознакамливают с заключением аттестационной комиссии. Пока говорить о конкретных цифрах сложно, эта аналитика ведется. По предварительным данным, около 15% из них экзамены уже провалили. Руководство Одесской полиции будет проходить собеседование отдельно с другими членами комиссии. Их будет 12 человек. Если бывший милиционер не пройдет аттестацию, его могут и не уволить, а просто понизить в звании. Ксения Барвиненко, Александр Пережилин, Первый городской. Среди тех, кто провалил переаттестацию, оказался и начальник Одесской ГАИ Александр Одижный. Как сообщают наши источники, его обвинили в отсутствии патриотизма и нарушениях во время работы. Хотя в основном обвинения основывались на публикациях в интернете. Отмечу, что до назначения Одижный побывал в зоне АТО и был командиром батальона «Шторм». Бывший глава областной милиции Петр Лутюк пытается избежать ответственности. Подготовительное заседание суда по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и поделке документов не состоялось из-за неявки самого обвиняемого и его адвоката. Говорят о слушании, не знали и находятся за пределами города. По данным СМИ, защитники пытаются оттянуть рассмотрение дела, мотивируя это плохим состоянием здоровья подсудимого. По их словам, с 27 февраля Лутюка доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Заседание перенесено на 11 марта. Пожилая одесситка задержала грабителя-рецидивиста. Он пытался отобрать у женщины сумку. Ударив свою жертву по голове, злоумышленник бросился бежать. Но скрыться ему не удалось. Отважная одесситка бросилась за ним и стала громко звать на помощь. Крики услышали прохожие, которые задержали вора. Это уже не первое преступление мужчины. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Пограничники вместе с СБУ задержали мужчину, который вез контрабандный спирт. Микроавтобус с 2000 мл подпольной продукции остановили на трассе Одесса-Киев. Позже, во время обыска в доме водителя, правоохранители обнаружили еще столько же спирта и несколько тысяч патчек контрафактных сигарет. Также здесь нашли фильтры и оборудование для производства продукции. По предварительным оценкам, стоимость контрабанды – 1 млн грн. Жилье с видом на отходы. В селе Нерубайском частная ферма свозит кучу мусора прямо к домам местных жителей. Это дешевле, чем платить за специально оборудованную свалку. Люди возмущены. Отходов с каждым днем становится все больше. В сельском совете говорят, расчистить территорию не могут. Нет трактора. Дмитрий Долматов подробнее. У меня поехал огород. У меня огород до сих пор. Все это меня с огорода вывозили. Дом этой женщины окружен свалкой. Но она не против. Наоборот, говорит, собирает отходы специально. Договорилась с местной мусороуборочной компанией. Мол, потом кучи можно засыпать землей и сделать новую дорогу. А оставшуюся территорию превратить в огород. Вот только соседям свалка под окнами не нравится. Обеспокоенные жители обратились в Центр защиты одесситов. Знаете, я, конечно, не являюсь великим экспертом, но я делаю поспешный вывод, что это свалка. Натуральная свалка. Это не свалка. Ну, возможно. Это не свалка. Совершенно не свалка. Стихийная свалка растет с каждым днем. Местная жительница уверяет, сельсовет в курсе. Свозить мусор к жилым домам частной фирме разрешил лично председатель. Это дешевле, чем отправлять отходы на специализированную свалку. То есть, если я вас правильно понимаю, то вот это все, что здесь происходит, это договор с сельсоветом, и это делается с разрешением сельсовета. То есть, непосредственно, насколько я правильно вас понял, господин Юрковский дал разрешение вот это делать. Правильно я понимаю? Да. То есть, это все... Если бы я сама это, я бы, конечно, не имела бы права этого делать. Делается, сведомо, Василия Юрьевича. Планы у сборщицы отходов грандиозные. Откопать в мусоре бутылки, сдать их, а на вырученные деньги нанять трактор, чтобы дорогу построили быстрее. Правда, никаких разрешений на строительство нет. Кроме того, противники свалки заподозрили владельцев частной мусороуборочной компании в тесных связях с местным председателем. По странному стечению обстоятельств, договор на вывоз мусора заключен у нас с физической особой предпринимателем Юрковским ОВ. Юрковский Александр Васильевич вот на печати. Ну, не родственник ли это нашего председателя Юрковского Василия Людмилевича? Активисты Центра защиты Одесситов отправляются в местный сельсовет. Председатель Василий Юрковский о масштабной свалке знает, но говорит, разрешение никому не давал, а местная жительница врет. Я вам отвечаю русским языком. Саму свалку пообещали убрать до конца марта, но это при условии, что будет хорошая погода и трактор. Дмитрий Долматов, Виктор Добрынин, Тарас Осипов, Первый городской. Жизнь в гаражах. Почти в каждом дворе в спальном районе можно найти до десятка металлических гаражей. По закону устанавливать их могут только инвалиды. Но в реальности сделать документы и поставить сооружение может любой желающий. В итоге места не хватает ни для спортивных, ни для детских площадок, ни для клумб. Чиновники периодически сносят незаконные конструкции, но большинство одесских дворов по-прежнему выглядят неухоженно. Как сделать их лучше, знает Юрий Гальченко. Александр Тимофеевич – инвалид второй группы. Травма на производстве, теперь ходит с трудом. Четыре года стоял в очереди за автомобилем, а когда получил, выяснилось – ставить машину негде. Место для гаража выделила специальная комиссия райадминистрации прямо на детской площадке. В этом доме, где я получил место разрешения на гараж, живет моя дочь и внук. Внук, вот поэтому я и возле моего дома я хотел поставить, но там гаражи не ставят. Я прошел полностью комиссию, в ТЭК, дали инвалидную машину как средство предвижения. В этом дворе на Лиздорской дороге около 20 гаражей. Они занимают полгектара территории. Чиновники говорят, ставить сооружение могут только те инвалиды, у кого специальное авто на ручном управлении. При районных администрациях созданы и действуют специальные комиссии, которые рассматривают заявления, поступившие от жителей района по установке гаражей. К сожалению, сегодня ситуация такова, что на сегодняшний день разрешается установка гаражей только инвалидам. Частные фирмы-посредники, которые занимаются такими вопросами, по телефону предупреждают. Ставить гараж нельзя, но оформить на него документы вполне реально. Цена вопроса поддержаны «Шевроле». Дальше все просто. Посредники находят инвалидок, который за копейки ставит подпись под заявлением на установку гаража. И металлическое сооружение появляется в каком-нибудь дворе. А рядом таких еще штук 10. Места в итоге не хватает ни на скамейки, ни на детские площадки. Урбанисты предлагают приводить в порядок дворы постепенно. Сначала разработать несколько проектов благоустройства. Привести в порядок эти пространства не так уж и сложно. Над этим должны поработать дизайнеры и архитекторы, которые за минимум вложений выдадут максимальный результат. Просто создать стандарты малых архитектурных форм и стандарты озеленения для дворов. В Одесской строительной академии каждый год разрабатывают новые решения для дворов в рамках дипломных работ. Некоторые из них почти фантастические. К примеру, выполнить все балконы в одном стиле. Но дело даже не в сложных конструкциях или дорогих материалах. Проблемы часто в восприятии самих местных жителей. В больших микрорайонах многоэтажной застройки большие пространства, которые необходимы с точки зрения расположения в них высотных зданий, которые требуют разрыва, расстояния и прочие элементы норм и правил. Среда, которая образуется, она настолько велика, что один человек, живущий в этом доме, не воспринимает ее своей личной. Возможно, ситуация с гаражами изменится после создания ОСМД. Соответствующий закон вступил в силу еще в прошлом году. В этом случае жители домов будут сами следить за своими дворами и благоустраивать их по своему вкусу. Юрий Гальченко, Алия Замчинская, Сергей Калмыков и Эдуард Шендерович. Первый городской. Украинские порты будут меньше вкладывать в развитие инфраструктуры. Виной тому увеличение ставки налога на прибыль более чем в два раза. Если раньше предприятия отчисляли в бюджет около 30%, то теперь 75%. Это значит, что на проекты по углублению дна и строительству новых грузовых терминалов будут тратить меньше. В конце года на эти работы может не хватить около 2 миллиардов гривен. В целом же прибыль предприятия увеличилась за счет разницы в курсах валют и роста грузооборота почти на полтора процента. Это связано и с введением электронного документа оборота. Результат дает сам за себя. По оценкам и нашим, и министерским, экономия посчитана. Это порядка 4 миллиардов гривен в год даст, будет экономический эффект. Это связано с тем, что мы ушли от вынужденных простоев как портовых мощностей, так и простоев судов. При этом специалисты отмечают снижение потока транзитных грузов. Это связано с ограничением движения российских перевозчиков. Самая большая прибыль от экспорта зерна. В администрации портов отмечают, успешным оказался и пилотный проект «Новый шелковый путь» из Китая. Он обходится значительно дешевле, чем транзит товаров через Россию. Из-за дождя в Одессе перестал ходить 27-й трамвай. В районе остановки санатория Иванова в Черноморке скопилось большое количество воды. Из-за этого вагоны нормально передвигаться не могут, а сам трамвай ходит по укороченному маршруту до 16-й станции фонтана. Когда вагоны возобновят движение в Черноморку, уточняется. Ну а у нас на сегодня все. Это было «Время Одессы». Я желаю хороших новостей. Пусть всегда будет уютно и тепло в ваших домах, несмотря на погоду. Будьте с нами. Увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова